Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Через три года Севастополь и Санкт-Петербург свяжут прямая трасса. Об этом сообщил председатель правления государственной компании российские автомобильные дороги Вячеслав Петушенко на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Глава Автодора заявил о создании в России оси Север-Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря. Ее реализация станет возможной при условии строительства дороги от Краснодара до Керченского моста с учетом уже готовых трассы Москва-Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара. И тогда эти 2500 километров от Петербурга до Севастополя мы проедем без проблем, рассказал Вячеслав Петушенко. Отряд кораблей Черноморского флота принимает участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры-2021» вместе с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. Морская фаза маневров пройдет 16 и 17 ноября в Средиземном море, а также на полигонах боевой подготовки военно-морских сил Алжира. От российской стороны в тренировке примут участие фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Также будут задействованы подразделения морской пехоты и спецназа Черноморского флота. На выходе в море российские и алжирские моряки отработают взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море, пиратство, незаконные транспортировки грузов, терроризма, распространение оружия массового поражения. Итоги учения подведут 18-19 ноября на территории военно-морской базы «Алжир» в береговом штабе учения. Черноморский флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода в больницы Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения военного ведомства. В настоящее время налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода. Всего в лечебные учреждения региона, с хранилищ военных аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа, расположенных в регионе, передано более 30 тонн сжиженного кислорода, уточнили в пресс-службе. Для отгрузки используются унифицированные газозарядные станции высокого давления, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. В Севастополе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты вакцинации работают на площадях Нахимова и Захарова, а также в торговых центрах Муссон, Апельсин и Симол. На утро 15 ноября прививку от коронавируса сделали 213 733 человека. Второй этап вакцинации прошли 177 930 местных жителей. Однако севастопольцы стали менее активно прививаться от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Виталий Денисов. Темпы стали потихонечку снижаться вакцинации. Сначала было прямо много людей шло. И я вот смотрю по двум нашим круглосуточным пунктам. Если ранее вот прямо и ночью приезжали, там очереди стояли по 30 человек и по 40, то сегодня за всю ночь было 13 человек, вчера 15-17. Но тем не менее мы все пункты все равно оставляем работать. Виталий Денисов попросил губернатора перевести круглосуточные пункты в обычный режим работы. С 8 часов утра до 20.00. Глава города поддержал такое решение. Если по 10 человек ночью приходят, конечно, нецелесообразно держать врачей всю ночь на пунктах вакцинации. В принципе, в дневное время, я так понимаю, с тем наплывом желающих, который сейчас есть еще и сохраняется, можно справиться. Понятно, что мы там специально делали круглосуточно в нерабочие дни, когда было больше времени. И, в принципе, у людей было желание вакцинироваться, ревакцинироваться. В пресс-службе правительства Севаступоля уточнили. Федеральные власти определили, что к началу декабря для формирования коллективного иммунитета должны привиться или переболеть коронавирусом 80% взрослого населения. В нашем городе это около 328 тысяч человек. Также в сезон вирусных заболеваний в Севастополе проходит вакцинация от гриппа. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить еще 135 тысяч жителей. Пока что вакцинировались 72 тысячи человек. Строительная площадка стадиона «Горняк» в Балаклаве наконец озеленилась. На скандально известном долгострое начали укладывать искусственный газон. Подрядчик компании «Теплостройсервис» намерена уложиться в оговоренные сроки и сдать объект до конца 2021 года. 15 ноября ход работ на месте оценили руководители Департамента капитального строительства и Управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя. Рулон за рулоном искусственный газон укладывается друг к другу. Полотна 68 метров в длину. После укладки приходится долго и тщательно проглаживать. При окончании работ на нем не должно остаться ни одного бугорка. Размотал, подрезал, пристыковал, потом склеил. Это такой вот чепетильный процесс, там волны в итоге где-то обнаружил снова это все заново. Это надо вытягивать обязательно. Тут еще разметка, поэтому надо пока это все нарисовать правильно, вырезать, вклеить. Это неделя. Впереди обустройство беговых дорожек и ограждений. Отделка трибун с установкой сидений для зрителей, оборудование стоек наружного освещения. Внутри административного здания уже заканчивается отделка помещений. В коридорах еще можно встретить свисающую с крыши проводку. Внешние стены уже успели покрасить в тепло-желтый цвет. Немало времени может потребоваться на уборку строительного мусора. То и дело встречаются обломки камня, песок и скопившаяся пыль. С поставленными задачами реально управиться в срок, уверен директор департамента капитального строительства Иларион Гапецонов. Меня на самом деле порадовала высокая строительная готовность. Видите, уже укладывается поле, в ближайшее время приступят уже к финишному процессу. На финишной отделке внутритрибунные помещения готовим документы на получение заключения соответствия выстроенного объекта. Ну и дальнейшее это уже вот в эксплуатацию. Ранее в ходе проверок у подрядчика обнаруживали определенные огрехи в работе. Но благодаря совместной работе и постоянном контроле их становится все меньше и меньше. Называется процесс воспитания. Просто на этом объекте я ему каждый раз указываю на определенный ряд замечаний, чтобы потом не возвращаться на будущих объектах. Подрядчик у нас в принципе зарекомендован сейчас с хорошей стороны, своевременно сдает объекты. Ну а качество оно в процессе работы подтягивается. Самая, наверное, особенная деталь – это завершить объект долгостроя с 2008 года и снять позор с департамента капитального строительства. Сейчас готовность объекта 87%. Заниматься здесь могут не только воспитанники спортивных школ, но и местные жители. Правда, по принципу спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя – с 5 до 10 утра. Реально люди приходят к 5 утра перед работой, занимаются физкультурой, и до 10 утра, в принципе, востребованность беговых дорожек, сколько имени 200-летия есть. Я думаю, что мы с учетом ошибок, запросов граждан, запустим здесь в такой уже формате процесс доступа. Конечно, поле футбольное будет для спортсменов, для проведения соревнований, а беговые дорожки, они будут доступны для физкультуры. Ответственной за стадион будет отдельная организация, в состав которой войдет и спортшкола на улице Новикова. Часть коллектива спортивной школы номер 7 в лице тренерского и методического сообщества перейдут в новое юрлицо, и также мы подбираем, дополнительно открывая здесь отделение новых квалифицированных специалистов. Если пандемия не внесет свои коррективы, в Управлении по делам молодежи и спорта намерены отпраздновать долгожданное открытие стадиона. Дай бог нам всем побороть злосчастного змия COVID-19. Если нам позволит эпидемиологическая обстановка, мы обязательно сделаем здесь красивое яркое мероприятие и вас обязательно пригласим. Кирилл Попов, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. В модельной библиотеке филиале номер 4 централизованной библиотечной системы для взрослых на улице Хрюкина завершили капитальный ремонт, который был начат в мае нынешнего года. В будущем году отремонтированное помещение модернизируют и оборудуют новейшими техническими средствами. На общую сумму 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Здесь будет возможность посетить виртуально страны мира, путешествовать по России. Здесь появится возможность прикоснуться к виртуальной реальности. Появится возможность обратиться к ресурсам национальных библиотек России, российской государственной библиотеки, национальной электронной библиотеки. Все это для читателей будет доступно, бесплатно. В результате капитального ремонта большую часть двухэтажного помещения библиотеки отдадут пользователям. Книжный фонд пополнится большим количеством новых изданий. Филиал номер 4 имеет определенную тематическую направленность. Он именуется библиотекой романтики и путешествий. На первом этаже помещения планируют воспроизвести обстановку при вокзальной площади, с которой посетители могут отправиться в виртуальный круиз по миру. В состав ремонта и в состав работ, которые были произведены, вышли полностью замена всех коммуникаций инженерных. Это система электроснабжения, водопровод-канализация, отопительная система, ну и внутреннее пространство, и, как вы успели заметить, это наружная отделка самого здания. Особое внимание при проведении ремонтных работ уделялось созданию условий для безопасности библиотечных помещений и посещения филиала маломобильными группами населения. По словам руководителей информационно-библиотечной системы, работы завершаются в срок. Нареканий в адрес подрядчиков не возникло. Делая капремонт здесь, в библиотеке, мы, конечно, отталкивались от готового проекта, задуманного дизайнерами. Это проявлялось и в цветовой гамме, ну и во всем. Здесь очень интересное зонирование будет, помещение. Мы, конечно, придерживались строго. Планируется, что для читателей обновленная модельная библиотека филиал номер 4 откроет свои двери уже в первой половине декабря. Более 20 тысяч тонн винограда собрали сельскохозяйственные предприятия Севастополя в текущем году. Это на 23% больше, чем в прошлом. Кроме того, почти на 18% выросла средняя урожайность винограда. Она составляет 49,3 центнера с гектара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя со ссылкой на заместителя директора профильного департамента Данила Степаненко. По его словам, виноградарство и виноделие – одна из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства в Севастополе. Лидерами по сбору винограда остаются крупные сельскохозяйственные фирмы «Качинский плюс», «Артвин», «Золотая балка», «СВЗ Агра». В нашем городе эту ягоду выращивают на 5000 гектаров. Севастопольские власти компенсируют аграриям до 80% средств за закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, установку шпалеры и раскорчевку старых деревьев. Также компенсируется до половины расходов на покупку сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59 0060, а также мобильный, плюс 7 978 900 3131. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин